Это бык Айрон, это бык 12-го года рождения, он американец, мы его в 13-м году, в годовалом возрасте, привезли с Америки. Здесь живут символы наступающего года, причем не простые, а с иностранным акцентом. На этом предприятии только эксклюзив. Быки породистые из Америки, Германии и Нидерландов. Укротить быка непросто, эти животные признают только одного хозяина, в лучших традициях будущего года, который пройдет под знаком необычного белого металлического быка. Нрав местных это подтверждает, стальной и уверенный, а вообще все как у людей. Если их поменяешь местами, допустим, они с соседями привыкли уже жить дружно, если поменяешь местами, тоже агрессия появляется. И там, допустим, они на угольной площадке, если там посторонние люди, посторонняя техника тоже не любят. У каждого быка своя привычка, свой нрав, свой характер. Кто любит пряники, кто любит кнут, кто-то более спокойное отношение там. Поэтому нужен индивидуальный подход. Разные есть, даже вот эти красные материи они не чувствуют, это миф. Упрямство быка всего лишь стереотип, а вот их сила здесь подтверждена неоднократно и генетически. Потомство именно этих быков уже известно всему Татарстану. И все с необыкновенными показателями. Крепкие, здоровые, дают много жирного молока и будут жить долго и счастливо. Правда, любви естественно здесь не случается. За отбор лучших отвечает совсем не природа. Здесь у нас проходит процесс фасовки готового генетического материала, то, что мы уже получили от наших быков производители. Правильно, чтобы выявить весь тот генетический потенциал, который заложен от быков, от всех предков на них, безусловно, там нужны все факторы, там и содержание, и кормление, и отношение к этим животным. А быки действительно уникальны, они на сегодняшний день очень востребованы. Прям вот от некоторых быков готовую продукцию в хозяйствах ждут, как пироги из печки. В год быка родится еще полмиллиона крепких трудолюбивых телят. Здесь отмечают, бык – животное благородное, а это значит, что от 2021 года вполне можно ждать решительных и волевых свершений. Можно смотреть на корову, как на станок, который производит молока. А мы здесь, на каждое животное, у нас потому что здесь не стадо, а индивидуальность, и каждое животное, оно само по себе, так скажем, ценность, да. Согласно китайскому календарю, наступающий белый металлический бык изначально был запланирован коровой, но по легенде оказался самцом. По древней интерпретации, животное было могучее и крупное, прям как вот эти телята, которые уже в юном возрасте весят по тонне. На самом деле, самый крупный бык не только в республике, но и в России вообще живет в Зеленодольске. Правда, он не живой, а снежный, но это лишь детали. 4,5 метра в высоту, 9 в длину, на его создание ушло 48 камазов снега. Но это разве важно, когда вот такое розовое чудо встречает вас на въезде в город. Останутся ли сложности в прошлом, судить сложно. Фактом остается то, что уходящий високосный год уходит и уйдет он по китайскому календарю лишь в феврале. До этого времени мы остаемся в 2020-м, поэтому легче станет, но не сразу. Год был довольно-таки тяжелый для очень многих. В 2021 год он будет легче. Да, будут определенные трансформации, я бы даже сказала, такие небольшие, но реформы. Причем реформы будут как в образовании, так и просто в онлайн-образовании. И у людей будет меняться их жизнь, то есть их мировоззрение, мироощущение. И это будет такое продолжение эры Водолея. То есть эра Водолея у нас именно про духовное развитие. И год быка как раз-таки это упорство в своем развитии. А еще в новом году не следует торопиться. Бык животное медленное, но и трудолюбивое, а иногда и агрессивное. Год быка станет годом сильной конкуренции, когда каждый сам за себя. И вот тут выживут как раз те, кто умеет работать сообща, не поддаваясь импульсу. Металлический он действует радикально, кардинально. И поэтому какие-то моменты, когда мы достигаем, да, здесь будет переломный момент для очень многих людей. Важно свои желания, свои планы какие-то построить до 29 числа. Почему? Потому что в новогоднюю ночь мы будем в этот раз встречать на убывающей луне. И это говорит о том, что, ну скажем, энергетика может немножечко быть не такой сильной, как, допустим, в предыдущем году. Новый год – эра водолея, поэтому представителям этого знака повезет в особенности. Удачу Новый год сулит и тельцам и ракам. А вот для овнов наступит опасный период, и не всегда этот огненный знак способен сдерживать свое упрямство. Близнецам и рыбам год не готовят особенных взлетов и падений, а вот львы в новом году будут блистать. Год металлического быка станет прекрасной возможностью для них воплотить свои давние мечты в реальность. Больше всего повезет представителям земных знаков. Бык для них обернется символом стабильности и карьерных успехов. А вот любовь белого металлического быка к консерватизму и желание не впускать в перемены свою жизнь могут навредить в новом году. В этом случае стоит больше прислушиваться к интуиции, советуют эксперты. Ведь взять быка за рака – еще полдела. Главное – на нем удержаться. Диляра Исупова, Андрей Ключников, 7 дней. Все выпуски программы «Семь дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ. Продолжение следует...